Мало кому удается оставить свой след и на Земле, и в космосе, и в сердцах многих людей. У Петра Ильича Климука это получилось. Поэтому в день 80-летнего юбилея первого советского космонавта из Беларуси дважды героя Советского Союза, генерал-полковника и просто хорошего и скромного человека на его малой родине собрались все те, для кого его судьба и личность стали высоким примером. Мы сегодня собрались с представителями молодежи и города, и Брестского района, чтобы почествовать, хоть и на расстоянии Петра Ильича, и поздравить с его замечательным юбилеем. Человека, который первым из беларусов открыл эту дорогу в космос и прославил не только себя, но прославил нашу Брещину, прославил нашу Беларусь. К сожалению, на этот раз Петр Ильич не смог приехать из звездного городка Российской Федерации, где он живет. Зато его любимый музей космонавтики в агрогородке Томашовка к юбилею пополнился новыми экспонатами и фотографиями. Третий и четвертый залы в музее космонавтики посвящены Петру Ильичу Климуку. Вот, например, макет средней школы в деревне Комаровка, в которой учился космонавт. Здесь есть личные вещи, фотографии, а вот школьная парта, за которой он сидел. Благодаря экспозиции, которая сегодня насчитывает свыше тысячи экспонатов, школьники из Бреста и Брестского района смогли совершить увлекательное путешествие по истории освоения космоса, узнать больше о прославленном земляке и вдохновиться его примером. Я думаю, что подрастающее поколение, в том числе я, очень гордится этим, что на нашей земле вырос такой великий человек. Это очень хорошо запомнится, особенно вот интересно было посмотреть на экспонаты из его школьной жизни, то есть там на парту, на школьный альбом. То есть он такой же ребенок, как и все мы, и у каждого из нас есть шанс стать космонавтом. Это очень интересно, очень познавательно для детей. У кого-то могут, ну посетив этот музей, получатся новые мечты. Гордость для нашей Брестской области, то, что у нас родился такой замечательный человек и герой. Я считаю, что Петр Ильич Климок, он легенда, и он наш земляк, и очень важно нам, как подрастающему поколению, знать историю таких людей и, возможно, даже повторить ее. После экскурсии состоялась диалоговая площадка, где те, кто имел счастье лично знать Петра Ильича, рассказали о нем, как о трудолюбивом, увлеченном и любящем родину человеке, сумевшем воплотить свою мечту в жизнь. После участники встречи записали поздравительную видеооткрытку для космонавта. Поздравляем! Петр Ильич, с днем рождения! Петр Ильич Климок – это все-таки парень из деревни, из голодных послевоенных лет, который, имея мечту, добился таких высот и возглавил целое направление в освоении космоса в годы, когда это направление было на острие в целом, наверное, развития человечества. Поэтому главное – это понимание того, что если у тебя есть мечта и ты чего-то хочешь, ты обязательно сможешь этого добиться. В продолжение юбилейного торжества всех гостей односельчан и школьников пригласили на большой праздничный концерт.